Продолжение следует... 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 он хотя бы во второй, то точно получит. И вот для этого были инициированы различные протоколы, которые изучают влияние CDK-460 ингибиторов уже в такой более осознанной реальной практике, насколько важно первая, вторая или другая линия. И вот, конечно же, с эффектом громко прозвучало исследование СОНИ, доложенное в этом году. Я надеюсь, что многие об этом знают. Это исследование, в которое не было поддержано ни одной фармкомпанией. Это исключительно была инициатива исследователей. Часть пациентов первой линии получала ингибитор ароматаза CDK-460 ингибиторами. При прогрессировании переходили на монотерапию фуллистрантом. А часть пациентов первой линии получала монотерапию, а во второй комбинацию. И оценивалась ВБП-1, ВБП-2 и общая выживаемость. Из особенностей включенных пациентов хотелось сказать, что большинство этих пациентов получали именно палбоциклип. Ну понятно, потому что препарат просто раньше вошел в клиническую практику, и большинство пациентов включено было именно те, которые получали именно этот препарат. ВБП-1. Здесь абсолютно знакомые нам цифры и кривые выживаемости. Да, безусловно, комбинация лучше, чем монотерапия. Те же заколдованные 24 месяца и практически полтора года моноэндокринотерапии. Но если мы с вами посмотрим на ВБП-2 или на общую выживаемость, то здесь в общем-то мы видим, что кривые сходятся. То есть как будто бы не так важно, в какой линии получает пациент CDK-4,6 ингибитор. Ну, на мой взгляд, конечно, этот вывод делать преждевременно. Самый важный вывод, который я лично для себя сделал из этого исследования, это то, что если пациент по какой-то причине не получил в первой линии CDK-4,6 блокаду, он должен обязательно ее получить во второй, не дай бог во второй не получил, то хотя бы в третий, но хоть в какой-нибудь. Конечно, не должна пациентка с гормоночувствительным раком молочной железы метастатическим остаться без этой группы препаратов. Мы 100% знаем, что она тогда проживет меньше, если мы найдем возможность эту терапию назначить. Ну и другой вывод, это, конечно, наверное, более какое-то вдумчивое назначение первой линии. Возможно, не всем пациентам требуется сразу же полить, как говорится, из пушки по воробьям. Может быть, часть пациентов может получить действительно монотерапию в первой линии. Но это еще вопрос, на который предстоит отвечать. У нас, по крайней мере, каких-то живых инструментов, как определить, какой пациент выиграет от первой, а в какой пациент от второй линии нет. Другой еще вопрос. Это возможность повторного применения CDK-4,6 ингибиторов. Да, пациентка когда-то их принимала, потом, может быть, сопрогрессировала, у нее были какие-то другие линии. А что делать дальше? Можем ли мы вернуться к этим эффективным препаратам, которые она принимала? И есть у нас уже некоторая доказательная база. Ну, начать я хотел бы с исследований Мэйнтейн. Это прошлый год. Ну, соответственно, те пациенты, которые применялись, у них ингибитором Атаза CDK-4,6 ингибитором, было не более одной линии химиотерапии. И, соответственно, они рандомизировались в две категории. Это пациенты, которым получали моногормонотерапию и гормонотерапию с рибоциклибом. Да, то есть мы повторно назначаем CDK-1 ингибитор и сравниваем его с моногормонотерапией. Опять-таки, большинство пациентов получали в анамнезе палбоциклиб. И что мы получили? Оказывается, что если мы назначаем пациентке комбинацию, ВБП у нее в два раза больше, чем если мы ей просто назначим гормонотерапию. И, на мой взгляд, это достаточно интересные данные, которые говорят о том, что в целом не закрыта возможность повторного назначения CDK-4,6 ингибитор в дан. Тут можно дискутировать, а когда, в какой линии, учитывать, не учитывать ранний эффект, который был получен на этих препаратах. Но, тем не менее, мы понимаем, что в целом, по сравнению с моноэндокринотерапией, уж комбинация явно смотрится как-то посимпатичнее. Ну, и если переходим уже к 23-му году, в 23-м году были доложены результаты исследования Пальмира. Это тоже исследование рандомизированное. Только здесь пациенткам, которые в анамнезе уже получали CDK-4,6 ингибиторы, далее назначалась моноэндокринотерапия или моноэндокринотерапия с палбоциклибом. Да, ну, вроде бы, исследование очень похоже. Там был рибоциклиб, тут был палбоциклиб. Но, как это ни удивительно, но снова мы получили абсолютно противоположные данные. В данном исследовании не получен статистически значимый выигрыш от добавления палбоциклиба к моноэндокринотерапии. Ну, вот такие результаты. Понятно, что 6-месячная выживаемость она лучше, частота контроля с заболеванием несколько выше. Но, в целом, на мой взгляд, вывод из этого исследования следует такой, что, наверное, палбоциклиб это не тот препарат, который мы можем назначать повторно. Потому что, если у нас палбоциклиб был когда-то, то, если мы даже задумались над тем, чтобы вернуться еще раз к CDK 4.6 блокадам, выберем не палбоциклиб. Выберем препарат, например, рибоциклиб, который имеет большую доказательную базу. Ну, или вот у нас есть исследование постмонарх, которое еще пока что у нас в ходу. Здесь у нас пока значимых результатов, которые можно было поделиться, нет. Оно еще набирается только, это исследование. Но мы узнаем уже и про биомоциклиб в скором времени. Весцеральный криз. Это новость, которую мы узнали в конце прошлого года, что, оказывается, комбинированная гормонотерапия, она сопоставима, а может быть, даже и лучше, чем химиотерапия у пациентов с агрессивным течением гормоноположительного рака молочной железы, в том числе у пациентов с висцеральным кризом. Здесь была высшая вживаемость без прогрессирования. Частота объективных ответов сопоставима. В этом году на АСКО были доложены под групповой анализ. У пациенток моложе 40 лет и старше 40 лет. Нам всегда казалось, что чем пациентка моложе, тем у нее агрессивнее заболевание, и тем нужно агрессивнее ее лечить. Наверное, нужно им назначать химиотерапию. Луислав Владимирович приводил в своем докладе, что вообще возраст до 40 лет это фактор риска. Фактор риска, значит, наверное, ей нужна химиотерапия. И в этом исследовании были разделены пациентки на до 40 и после 40. И при висцеральном кризе, которые получали химиотерапию или комбинированную гормонотерапию, и были получены совершенно, на мой взгляд, неожиданные результаты. Оказывается, что чем моложе пациентка, тем она лучше отвечает на комбинированную гормонотерапию. Посмотрите, это подгрупповой анализ по ВБП. У женщин моложе 40 лет выживаемость без прогрессивно комбинированной терапии даже не была достигнута. А при этом на химиотерапии это 10 месяцев. А у пациенток старше 40 лет, то здесь, по большому счету, результаты почти сопоставимы. Но исследование задумывалось, как нон-инфериорити здесь получили эти результаты. То есть, еще раз, о чем это говорит? Что если мы видим молодую перед собой женщину и думаем, что, может быть, надо начать с химиотерапии, как-то агрессивно ее полечить, нет, это ложный ход. Надо назначить некомбинированную гормонотерапию, и, скорее всего, мы получим хорошие результаты лечения. Ну, немножко из будущего, да, какие новые лекарственные опции вообще на сегодняшний день уже показали свои результаты в исследованиях третьей фазы. Я выбрал только исследование третьей фазы, которое уже, скажем, доложено крупных конгрессах, и они будут сейчас входить в международные рекомендации. Ну, исследование Тропикс-02, Сецитузумаб-Гавитекан. Названия у них, конечно, у всех очень непростые. Это иммуноконьюгат к такой новой для нас мишени Троп-2, но она достаточно эта молекула клеточной адгезии, которая высоко экспрессирована в раке молочной железы. Этот препарат, он изучается у очень предлеченной группы пациентов, которые уже получили минимум три линии лечения, гормонотерапию, химиотерапию. И мы видим, что у этих пациентов этот препарат приводит к увеличению общей выживаемости. Он для таких поздних линий уже на сегодняшний день потихоньку входит в стандарты лечения, как трижды негативного, так и гормоночувствительного рака молочной железы. Это конкретно график про гормоночувствительный рак молочной железы. Ну, то, что уже говорила Татьяна Юрьевна, тростозумаб-друкстикан. Мы знаем, что при ХЕР-2-лоу-патепе, в том числе эстрогена, этот препарат работает. Опять-таки, это пациент резистентный к стандартной гормонотерапии, уже получивший одну линию химиотерапии. То есть, опять-таки, предлеченная группа пациентов. Но у них, посмотрите, как хорошо работает ДХ по сравнению с группой контроля. А это стандартная химиотерапия, которую мы используем в этих режимах. Еще один новый препарат, тоже иммуноконюгат КТРОП-2, но тут название совершенно нечитаемо, на мой взгляд. Для Российской Федерации наверное, мы будем пользоваться каким-то торговым названием, потому что, ну вот это уже очень сложно. Торгового названия, понятное дело, пока нет. Препарат не зарегистрирован в России. Но, тем не менее, вот на ЭСМО совсем недавно, осенью, было доложено результаты, и он также демонстрирует очень хорошие результаты. Еще раз повторюсь, я привожу только исследования третьей фазы. Все, эти препараты скоро будут регистрироваться, будут применяться. И, конечно же, они рано или поздно и дойдут до нас. Другой препарат это ингибитор АКТ, препарат Капивасертип, который применяется в комбинации с Фулвестрантом на исследовании Капитела. Я знаю, что Институт онкологии активно участвовал в этом исследовании, по крайней мере, я там видел знакомые фамилии в названии работ. Группа авторов всегда перечисляет все главных исследований, особенно топ-рекрутеров, которые больше всего включили пациентов. Мы тоже участвовали, но мы не попали в топ-рекрутеры. Тоже этот препарат показал свою эффективность, причем как в общей популяции пациентов, так и в такой особенной популяции пациентов, как АКТ-мутированные пациенты. АКТ это тоже один из сигнальных путей, по которому живет и функционирует опухолевая клетка, и он тоже сейчас активно изучается и таргетируется, и вот препарат Капивасертип также сейчас активно изучается. Еще один препарат это Элацестрант, Элацестрант, ну это аналог Фулвистранта, только пероральная его форма, это пероральный СЕРТ, то есть деградатор астрогеновых рецепторов. Он-то как раз активно изучается и при СР-1 мутации, и в этом исследовании был отдельно, здесь было две первичных конечных точки, это ВБП в общей группе, ВБП в группе СР-1 мутированных пациентов, и там и там препарат показал свою эффективность, тоже он будет на сегодняшний день входить во все современные рекомендации и активно применяться. И на мой взгляд это те опции, вот которыми мы скоро будем с вами жить, то есть рак молочной железы очень сильно развивается, появляется множество опций, и вот это мое личное мнение, составленное по результатам тех работ, которые я только что увидел, как на сегодняшний день выглядит лечение гормоночувствительного рака молочной железы после ингибиторов СДК-4-6, который, ну, стандарт первой линии. И тут у нас целая палитра вообще возможностей. Если у нас БРК мутированная пациентка, мы можем назначить парп-ингибиторы. Если у нас спектрисей мутированная пациентка, алпелисип с фулвестрантом. Если АКТ мутированные больные, фулвестрант с капивасиртибом. И СР1 мутация, элэцистрант. Ну, да, у нас есть пациентки, у которых нет этих мутаций, в АЛТайпе, я здесь их так назвал, но здесь у нас вариации. В принципе, и капивасиртиб здесь показался, БЛЦстрант. Можем, вот как я уже приводил ранее, поменять, например, CDK-4,6 ингибитор на какой-то другой или применить схему экзамистан с эвиролимусом. Это тоже возможность такая есть. Каким там пациентам химиотерапия. Ну, если у нас, конечно, есть фулвестральный криз, то здесь, наверное, стоит отдать предпочтение химиотерапии, потому что здесь это пациентки уже предлечены, да, это не первичные с эвиролимусом кризом. Ну, и иммуноконьюгаты, которые я вынес совершенно отдельно, потому что это те опции, которые могут такое ощущение, что применяться вообще вне зависимости от никаких мутаций или подтипов. Они работают практически у каждого пациента. Но, конечно же, мы живем в реальной жизни, и я работаю в городском клиническом онкологическом диспансере, и мы вынуждены работать, обязаны работать по клиническим рекомендациям, ну и в основном вот эти, конечно, вся эта палитра, она для нас недоступна, хотя что-то у нас есть. И вопрос, который я предлагаю коллеги вам для обсуждения, а дальше не рассеять, рассудить, кто прав, кто виноват, это как раз таки, что бы вы назначили пациентке с эстроген-позитивным, хер-2-негативным, метастатическим ракомолочной железы без мутации пиктрисей и БРСей во второй линии после прогрессирования на CDK-4,6-ингибитор. Частая ситуация. Full-Westrant в монорежиме, экзамистан северолимусом, химиотерапия или сменим просто эндокринный партнер CDK-4,6-ингибитор и назначим это пациентке. Голосуем. Так. Мнения у всех я вижу разные. Елена Викторовна, ваш столик не голосует. Не, ну, здрасте, вы это так не прибедняйтесь. Что? Весторального криза у этой пациентки нет. Ну, давайте, пойдем. Пятый столик. У нас выбрал вариант D. Он же, да, он же G. Ну, соответственно, то есть поменять просто эндокринный партнер и CDK, видимо, ингибитор, да, то есть пациентка, допустим, получала там, анастрозол с палбоциклибом, вы им там Full-Westrant с Riba, да, например, назначите. Ну, интересный подход. Так, столик номер 6. Не вижу ваш ответ. Ну, B у нас, B, если это B. 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 Экзамистан и веролимус, да. Экзамистан и веролимус. 4. Два ответа. Вы не смогли договориться? Тут вариант B и D. То есть экзамистан и веролимус и смена CDK-ингибитора. Очень, очень смело все просто меняют CDK-ингибитор, да, видимо, вздохновились исследованием Maintain. А Full-Westrant с ингибиторами ароматазы не будет такого варианта? Нет, такого варианта не будет. Так, столик номер 2. Вариант D. Тоже. И третий столик вариант B. Экзамистан с веролимусом. Татьяна Юрьевна, будет? Нет, вы у нас здесь хозяин. Ну что, тогда, ну, здесь на самом деле, я, когда этот вопрос задавал, я его задавал по-всячески нейросети, никак она мне не хотела давать ответ. Какая из этих опций предпочтительна? Чаще всего, самый популярный ее вариант, это было, что вы можете применять любую из этих вариантов, в зависимости от клинической ситуации, состояние пациента, там, предшествующей терапии и так далее. Вот никак я не мог из нее выводить, вот так сформулировать этот вопрос, чтобы она мне дала предпочтительную опцию. Я уже начал перебирать различные нейросети. Попробовал одну, другую, чтобы все-таки она мне дала. Ну и, наконец, мне удалось этот ответ от нее получить. Я получил его от чата GPT. И вот он такой, что чат GPT все-таки считает, что наиболее логичным вариантом во второй линии может быть фулвистрант, вариант А, в монорежиме. Экзаменстан с веролимусом они предлагают для пациенток, которые имеют высокий риск прогрессии заболевания, ну, то есть, по-видимому, с какой-то большей опухолевой нагрузкой. Химиотерапия, только если у нас все другие опции уже неэффективны, попробованы. А повторное назначение CDK4-6 ингибитор в вариант Г обычно не рекомендуется в связи с возможной перекрестной резистентностью. Ну вот, нейросеть посчитала так. А ваше мнение, что вы посчитали? Нейросеть, она сейчас как наивный ребенок, она может ошибаться? Конечно, конечно. Наверное, кстати, я вот ей столько раз задавал этот вопрос, она, наверное, уже немножко научилась. Она поумнела, она на самом деле учится очень быстро. Она какие-то там машины обучения сработала, и вот она мне в конце концов выдала уже более-менее какой-то такой вариант ответа. Но, наверное, мы в своей практике вариант А и вариант Г или Д используем редко. Мы в основном используем вариант либо Б либо С. Если пациентка прогрессирует прям бурно на СДК-46 ингибитах, а это, кстати, встречается не так уж и редко. Я думаю, коллеги, вот кто активно использует, то это уже заметили, что чаще всего, ну не чаще всего, но бывают такие пациентки, которые прогрессируют и очень массивно с поражением висцеральных органов. И, на мой взгляд, у этих пациентов оправдано значение химиотерапии, а уже дальше мы вот погасим эту ситуацию и можем снова вернуться к гормональным агентам. Если же у нас этого нет, то я сторонник, конечно, комбинированного лечения. На мой взгляд, от монотерапии надо уходить, фуллвестрант в монотерапии. Мы знаем по всем исследованиям, которые сейчас есть, после СДК-46 ингибитеров это субоптимальная опция. Плохо он работает в реальности, это 3-4 месяца, то есть первый, второй контроль и пациентка прогрессирует. И мы назначаем тогда экземистан северолимусом. Ну вот как мы, как эксперты? Да, на самом деле я хочу сказать, поблагодарить, во-первых, Марка Игоревича за столь прекрасный доклад, содержательный. Этим сегодня у нас, я хочу сказать, отличаются все докладчики, но, если позволите, я сделаю небольшой комментарий. И потом у меня на самом деле к вам вопрос, потому что, во-первых, спасибо большое, вы нам сэкономили чуть-чуть времени, но я все-таки хочу проговорить несколько аспектов. И знаете, есть два таких понятия, как антрациклинфилы, антрациклинфобы. Я вот сейчас все больше склоняюсь к антрациклинфобам. И еще сейчас появились такие сониофилы и сониофобы. Вот я больше являюсь сониофобы. Объясню почему. Это исследование, которое разрабатывалось 10 лет назад, и потом оно было реализовано, конечно, оно является своим образом назад в будущее. То есть, это далеко исследование, которое уже не актуально. Я объясню почему. Вот те, если изучить с точки зрения доказательной медицины, то вот эти вот 40 месяцев медиану общей выживаемости на полбоциклибе, или же мы возьмем медиану выживаемости на рибоциклибе у той же самой группы постменопаузальных больных, там 80% это были пациенты постменопаузальные. То есть, исследование сони мы никак не можем экстраполировать для молодых женщин, потому что там большинство были постменопаузальные. И что, собственно, к чему я это говорю, а к тому, что на самом деле вот эти вот 40 месяцев это мы видим на CDK4.6, а вот та прослойка гормонотерапии это в попусту потраченное время самим пациентам и по сути такое же время потраченное самими врачами. Но еще, что очень важно, на что я хочу сконцентрировать внимание, сейчас там, к сожалению, в этом исследовании, я вот не знаю, как оно планировалось, большая часть пациентов были с метастазами в висцеральных органах. А не так давно уже опубликовано окончательно исследование FALCON, которым четко продемонстрировано, что даже на медиане выживаемости без прогрессирования, что на фулвистранте, что на ингибиторах ароматазы в два раза ниже выживаемость без прогрессирования у пациентов с метастазами в висцеральные органы. То есть, начинать даже было, я даже не совсем понимаю, как они могли, пациенты с метастазами в печени, в легких, начинать с гормонотерапии, заведомо с опцией, которая никак не отразится на показателях. То есть, исследование, оно должно было планироваться таким образом, чтобы мы получили ожидаемый результат. И, конечно же, оно, почему еще очень важно, потому что, вы правильно отметили, сейчас никому ни в голову не пройдет назначать во второй линии фулвистрант, потому что есть другие опции. Поэтому, да, мы учли это исследование, да, это такое вот, собственно, хорошее исследование, но оно опоздало. Будь оно немного, вот, в 5 или 6 лет назад, оно, может быть, для нас было тогда актуально. Сейчас это не столько актуальное исследование, потому что, если взять этих пожилых женщин, с тем же самым критерием включения, то на рибоциклипе в первой линии пациенты живут 70 месяцев медианной выживаемости. Или же взять, если начинают гормон, любую другую опцию, гормонотерапия или таргетная терапия. Это 40 месяцев. Ты вот хоть, хоть что здесь скажи. Поэтому здесь, конечно же, нужно начинать на заведомо эффективные опции. У меня еще, знаете, какой к вам вопрос? А сколько в вашей клинической практике, поскольку мы с вами вместе живем в одном большом городе, активно сотрудничаем, все-таки у вас были пациенты, которым вы по поводу висцерального криза или превисцерального криза назначали в первой линии CDK 4.6 гормонотерапия? У нас не очень большой опыт пока что вот таких назначений. Вот так на память приходят, наверное, три пациентки, которым мы назначали в первой линии. Одной из них, к сожалению, не получили мы ничего, она достаточно быстро погибла. А у двух пациенток мы получили хороший ответ. Но я, наверное, не скажу, что они были в таком классическом висцеральном кризе. Они были, наверное, вот в предкризе, если вообще существует такое определение. То есть они, у них было достаточно большое поражение висцеральных органов, у них были симптомы, у них была элевация определенных биохимических показателей, но это не было вот прям жизнеугрожающая ситуация у этих пациенток. И мы назначили, и у них мы получили эффект. Поэтому, ну вот и даже в исследовании райчойс, там ведь критерии включения достаточно строгие. То есть, да, это пациентки обязательно с высокой экспрессией эстрогенов, больше 50%, с обязательным наличием прогестероновых рецепторов, выше нуля, как минимум. Это должны быть пациентки с уровнем билирубина не выше полутора норм. То есть, вот есть определенные такие условия, если которые мы будем соблюдать, то наверняка мы будем получать такие же фантастические результаты. Если же мы будем, наверное, назначать эту комбинацию всем пациенткам с висцеральным кризом и гормоночувствительным статусом, мы можем, наверное, каких-то из этих пациенток терять. То есть, мне кажется, что вот райчойс как раз-таки очень хорошее исследование, и оно требует внимательного подхода и внимательного изучения. И вот про то, что вы сказали про Соню, я абсолютно с вами согласен, конечно, но я тоже согласен, что если пациентки висцеральные метастазы, но о какой моногормонотерапии может вообще в принципе идти речь, конечно, это исследование этой этичности, оно стоит. Но, наверное, все-таки выделить какую-то подгруппу пациентам, которым мы можем назначить моноэндокринотерапию, вот это исследование как раз-таки зародило вот это зерно мысли. Оно было у нас у всех, мы всегда думали, да, всем, не всем. Это я еще помню, даже на Роке, на Русском, рак малышной железы были вот эти дебаты. Всем назначаем в первой линии CDK-ингибиторы или не всем пациентам. И вот это исследование, оно просто показало, что, наверное, есть какая-то часть пациентов, которые мы можем начать с моноэндокринотерапии просто в силу того, что выживаемость у них будет примерно такая же, а количество осложнений от лечения у них будет меньше. Марк Игоревич, но мы не знаем, что эти женщины, поэтому мы не будем рисковать пожилыми женщинами, которым и так в ряде случаев отводится не столь долгая жизнь, а у нас есть шанс продлить ее, назначив все-таки комбинированную терапию. И тем более мы знаем, что для пожилых женщин 70 месяцев медиана общей выживаемости, ну, это, согласитесь, достойно. Поэтому, наверное, сейчас, пока мы не имеем четких критериев, что это за женщины, все-таки не стоит проводить, я бы сказала, даже эксперименты, потому что у нас нет критериев. Даже пациенты с метастазами в костях, с мягкими тканями, они тоже выигрывают от назначения. Поэтому, да, вы правы совершенно. Я, может быть, где-то и есть такие пациенты, но мы сейчас даже и не знаем кто. Спасибо вам большое. Спасибо за блестящий доклад. И...